итак всех снова приветствую вы как всегда на канале седой инвестор сегодня у нас пятница это означает то что пришло время разобрать те самые портфели которые я буквально недавно начал формировать на рубрике под названием альткоины на иксы напоминаю то что до конца ноября действует акция на мой закрытый чат telegram получив доступ к которому вы будете на постоянной основе получать списке самых перспективных альткоинов для среднесрочного и долгосрочного накопления и в случае необходимости я всегда готов разобрать ваш портфель указать на его ошибки возможно вообще его переформируем ну либо создадим новый суть акции это 50 процентов скидка на все виды подписок и повторяю будет она действовать до конца ноября в честь черной пятницы кто заинтересован в описании ролика есть моя личка в telegram пиши мне я тебя твич сколько это стоит а также я данную акцию продублировал в открытом телеграм канале тоже туда может подключиться в любом случае там висит заявка на сбор на следующий выпуск альткоины на иксы в любом случае все ссылки найдешь в описании данного ролика ну что ж давайте приступать к ревизе полноценной значит у меня есть один портфель на бирже байнер вот они все активы а именно среднесрочные как правило они растут от 1 до 6 месяцев но как показывает практика в последнее время иногда есть небольшая задержка в размере 1 2 месяцев а также и долгосрочный портфель на бирже байбит сейчас я его включу здесь также можете наблюдать все активы которые я накапливаю это активы которые вы мне советуете если они мне нравятся я их просто покупаю заодно вы можете посмотреть как они будут расти и так значит файл коин давайте посмотрим что у нас по технической части до сегодня каких-то полноценных разборов не будет исключительно техническая часть а также покупки но в общем-то это называется ревизия так по файл коин узнать есть снижение рисков до минус 36 процентов и цели вы можете сейчас сами смотреть на графике поэтому да я его просто возьму сегодня молча и усредню так файл коин буду усреднять также как и всегда ровно на 20 долларов и так купить файл коин отлично следом за файл коином у нас идет додам также сегодня я его посмотрю и скорее всего прикуплю потому что техника вроде бы она вообще стоит на месте смотрите да отлично также сегодня буду его усреднять додак и из детей рынок 20 долларов так вторая покупка совершенно ой следом за додаван нынче да сегодня тайм кодов не будет поэтому уж извините по пятницам я не оставляю тайм кодов потому что нету полноценных разборов и по сути тайм коды через каждые 20 секунд по мне кажется нет смысла ставить и к тому же я думаю ролик будет короткий сегодня ван нынче минус 26 процентов потенциальной коррекции против 2 цели 208 процентов и даже первая цель дает 91 процент да также усредняю пока литкоины стоят на месте на фоне роста биткоина это отличная возможность продолжить их накапливать опять же это мое личное мнение основаны на моем личном опыте я никого ни к чему не призываю так ван нынче и из детей рынок 20 долларов купить ван нынче следом у нас гала так гала получается был локальный пробой в данный момент риски составляет минус 48 процентов поэтому да я подожду когда они будут составлять но хотя бы минус 40 процентов это прям крае моих потенциальных рисков по которому я готов купить сегодня альткоин с гала просто сегодня подождем далее flow по flow также все хорошо есть у меня уменьшение рисков до минус 31 процента ну и потенциальный профи тоже очень хороший напоминаю 97 процентов первой цели 2 229 около 230 процентов в общем flow также покупаю на бирже байнонс ладову ровно 20 долларов купить лично до сегодня покупок будет достаточно поэтому запасайтесь терпением следом и lcx так есть небольшой рост до зоны самого крупного накопления ну тоже сегодня с ним подожду немножко возможно на следующей неделе будет снижение рисков потому что цена актива максимально приближена к зоне самого крупного накопления и она играет роль сопротивление как вы видите она не была пробита пошел разворот в обратную сторону а я и говорю то что в 90 процентов случаев цена отталкивается именно от этих зон в обратную сторону конечно lcx в общем жду буду соединять по более дешевым ценам так кава также небольшой рост на фоне рост биткойна опять же тавтология получается но все равно минус 35 процентов потенциальной коррекции против 65 процентов от первой цели почему бы и нет смотрите как отработала зона поддержки на которую я рассчитывал 24 цента последний раз она наблюдалась двадцатом году марте месяце так кава к юс детей и как всегда вкладывают 20 долларов лично что у нас дальше от же он тоже себя очень хорошо чувствует продолжение медвежьей фазы продолжается снижение риска вплоть до минус 33 процентов а вторая сторона медали дает 120 процентов профита и 272 соответственно если кто-то не понимает о чем идет речь но точнее вы скорее всего новичок на этом канале я рекомендую посмотреть хотя бы прошлый ролик там я все объясняю почему я покупаю тот или иной актив объясняю полный тех анализ а также указываю свои потенциальные цели по определенным активам ну и соответственно покупаю либо продаю их пятницу выходят ролики уже именно с полноценной ревизии по портфелям поэтому здесь минимум информации и больше дела о джен да также сегодня усредняю в принципе все меня устраивает сегодня о джен 20 долларов купить си 98 снижение риска до минус 40 процентов первая цель дает 68 процентов профита примерно и 2 171 все устраивает продолжаем накапливать си 98 конечно хотелось бы видеть минус 35 процентов потенциальной коррекции но ладно уже минус 40 тоже нормально неизвестно когда альта начнем стрелять завтра послезавтра может быть через неделю может быть через полгода поэтому запасаемся альтой и терпением купить си 98 далее хай его буквально недавно начал накапливать но техническая часть меня устраивала особенно после такого дикого пампа я думал то что все актив пойдет на скам но нет удержание последней зоны поддержки есть и продолжение медвежьей фазы тоже отлично и на данный момент получается есть снижение рисков до минус 36 процентов прекрасно продолжаем накапливать high qsd team 20 долларов купить отлично так села был локальный пробой довольно неплохой получается с последней зоны поддержки он составлял 150 процентов я свою прибыль не фиксировал меня интересуют цены выше чем 79 центов что касается сегодняши ситуации есть две зоны поддержки это очень хорошо 1 у нас на 59 центах и вторая на 35 34 центах от первой цели мне нет смысла работать сегодня это получается всего лишь 33 процента потенциального профита а вот вторая уже 108 дает поэтому я грубо говоря его просто докупаю села и дети рынок вкладывают 20 долларов купить отлично дальше у нас идет актив под названием ван проект harmony по этому активу довольно интересная ситуация с одной стороны вроде бы у нас есть удержание ближайшие зоны поддержки минус 28 процентов что касается 2 она находится уже через минус 89 процентов это на самом деле страшновато до заходить в такой актив но опять же я считаю то что удержание зоны поддержки а точнее зона самого крупного накопления будет мы уже это наблюдаем на протяжении трех лет получается 2021 года но почти четыре года обычная зона консолидации сместилась на объемный блок выше но если будет пролив то но будем усредняться что же поделать но все же я настроен позитивно к этому активу поэтому также сегодня его усредню ванг юзити рынок 20 долларов купить после ванн у нас идет кимди и так есть небольшой пролив получаются потенциальные риски на сегодняшний день составляют 30 процентов в принципе да полностью все устраивает также 135 процентов профита первая цель но которая меня лично будет интересовать и 219 процентов полноценными две же фазы по кимди и продолжается и почему бы сегодня его не прикупить особенно с такими низкими рисками кимди и юзити 20 долларов купить по x team у нас дальше идет а вот по x team ситуация чуть-чуть другая получается риски на составляют 33 процента но и потенциальный профит от первой цели 28 процентов будем работать от 2 88 процентов до также сегодня его среднем объясню даже почему есть шанс то что будет полноценное закрепление над зоной самого крупного накопления это у нас первая зона поддержки а также есть вторая на случай пролива и даже при этом условии потенциал риска всего лишь минус 32 процента коррекции я считаю это идеально ойк стик юзити им покупая по рынку окей и далее у нас очень много активов которые находятся в зоне риска допустим диджи би давайте посмотрим что у нас пенелом за весь период времени накопление минус 9 процентов но по сути сейчас есть возможность выйти всего лишь минус 10 процентной проценткой но я все же придерживаюсь принципиально своим правилам по диджи би я буду выходить либо в ноль либо в плюс зависимости от общей ситуации на рынке поэтому продолжаю выдержать не фиксирую так бэйк что у нас бэйк вроде по бэйку все нормально же обновление 1 не было минус 13 процентов общая просадка но поддержка то есть у него до поддержка у него есть получается h2 1 находится через минус 22 процента и 2 через минус 65 процентов есть предпосылки на удержание локальной зоны поддержки 18 центов но из-за того то что сейчас идет снижение вершин но я думаю вы это прекрасно все видите и без меня и без всяких этих линий это означает то что идет уменьшение объема по этому активу поэтому вполне возможно будет пролив локальной зоны поддержки и есть все шансы купить цены дешевле ну вот примерно по 18 центов хотелось бы конечно его купить в общем я посмотрю еще недельку как он поведет себя может быть даже две если что-то изменится в моих планах я об этом сообщу в следующих роликах но либо в телеге также опишу всю ситуацию пока что просто подожду после бэйк гламер вот с ним было все очень плохо минус 20 процентов показывает но опять же было минус 40 от торговый цейт хорошо по технической части что у нас тут ну да обновление 1 есть новая зона поддержки к сожалению не откупается но опять же прошлая зона поддержки восстановилась и есть и шансы то что я смогу выйти даже в плюс поэтому подожду snx мертвый груз минус 16 процентов они смотрите потихонечку просыпается давайте посмотрим технику да есть небольшой отскок от новой зоны поддержки 1 доллар 8 центов ожидаю дальнейшее движение цены актива и возможно выйду даже в плюс следующий мертвец айлви минус вот это прям кандидат на самый худший актив сегодняшнего дня это у нас айлви минус 39 минус 38 процентов почти это просто жесть конечно же но благо я его много не покупал обновление 1 есть небольшой отскок но надо подождать все же хотя возможно он уже никогда не откупится я просто либо забуду про него но либо буду фиксировать в 0 либо в плюс докупать конечно же не вижу никакого смысла это уже лудомания какая-то бесконечно откупать так zen zen все было нормально с ним я только начал накапливать его в прошлом ролике о смотрите прошлом ролике купили на и уже какой-то никакой пам был примерно 40 процентов так давайте посмотрим его потенциальные риски минус 41 процент и первая цель дает 34 процента а в прошлой покупке да да даже при этом значении точнее при этих параметрах он показывает довольно неплохое соотношение риск прибыли потому что будем работать любом случае от второй цели это получается 40 процентов к 112 отлично да сегодня докупаю зенку я буду накапливать зенки взять и рынок 20 баксов купить маленькое отступление помните когда я вам говорил то что нужно обращать внимание на bitcoin эфириум но на такие основные фундаментальные активы и меньше ссылаться на альту потому что на фоне давления биткоина когда он был медвежки альта просаживалась очень сильно именно тот момент нужно было переключаться на такие сильные активы но в основном bitcoin эфириум лайткоин и так далее вот сегодня ситуация грубо говоря пошла на разворот большая часть важных проектов запампили альта основная лежит сейчас на дне вот именно сейчас основные силы нужно вкладывать в нее опять же мое личное мнение что лично вы думаете пишите конечно же комментарии так ну и бико бико минус пять процентов смотрите почти вышли в ноль еще пять процентов и все можно забирать то что вложили и забыть про него наконец-то никогда сюда не влазить больше так все с портфелем на бирже байнанс мы с вами сегодня разобрались получается в данном портфеле сейчас находится 6000 долларов примерно переходим на биржу by bit так эфириум основной актив у него вложено почти 6000 долларов давайте посмотрим на график но я точно сегодня его закупать не буду после локального пробоя многих уровней сопротивления а точнее трех есть смысл дождаться локальной коррекции ну хотя бы до 2 800 оттуда уже буду отталкиваться поэтому сегодня эфириум я не покупаю далее лайткоин что у нас по лайткоину смотрите даже лайткоин неплох так отрос получается с прошлого дна 60 процентов но в любом случае основная зона консолидации у него очень большая как бы вы этого не хотели вот она та самая зона диапазон цен которой 103 доллара и 38 долларов примерно поэтому в этом диапазоне цен я буду покупать лайткоин до тех пор пока он не даст мне хотя бы первую прибыль от 250 долларов ну и так далее уже посмотрим как рынок даст любом случае лайткоин накапливаю всем советую но тут уже сами решаете нужно вам это или нет потому что абсолютно любой актив может скомануть это криптовалюта рынок сожалению так еще лайткоин также буду покупать по рынку ждать я не хочу 20 долларов купить лайткоин лично следом у нас идет аван тоже долгосрочный актив я отношу его к долгосрока смотрите был краткосрочный импульс довольно неплохой получается в размере 60 процентов можно было на самом деле забрать прибыль но я не спешу с этим активом я на нем собираюсь заработать намного большего и общий вклад здесь он был крайне короткий поэтому продолжаю держать накапливать его и после коррекции риски составляют минус 16 процентов прекрасно работа от второй цели 66 процентов так далее продолжаю накапливать ава юз детей 20 долларов купить отлично эфириум классик есть небольшой рост кстати после того дня когда я его и купил до всего лишь 37 процентов ничего страшного так давайте посмотрим что у нас по рискам сегодня не составляет минус 51 процент в этом случае цена актива пойдет на ретест к одной из сильнейших зон поддержек 10 долларов 45 центов я буду ждать снижение цены когда они будут составлять но риски будут составлять около 40 45 процентов как принципе я покупал его ранее сейчас подожду с ним компаунд с ним ничего не происходит продолжается консолидация также его сегодня у среднюю компаунд и из детей 20 долларов купить купить компаунд отлично дот что у нас по доту по дот был небольшой рост теперь максимальные риски составляют минус 58 процентов а в прошлой покупке не составляли примерно минус 44 минус 45 поэтому да подожду сегодня с полка дотом скорее всего будет коррекция ну хотя бы до 4 долларов 21 цента там буду уже усредняться оптимист продолжает свою восходящую формацию данную покупку я отношу к экспериментальной и хочу посмотреть отработает ли мой технический анализ а точнее мое видение на данную технику как я ожидаю если да то эта вершина должна быть перебита буквально но может быть неделя-две может быть месяц если нет они но ничего страшно свои деньги вкладываю одним активом я то могу себе позволить проэкспериментировать 20 долларов к оптимизму купить да и к тому же покупаю маленькими частями ничего страшного аду кардану я продал потому что был довольно неплохой пампе получилось работать немного прибыли так ну в общем то что все 7430 долларов есть на бирже байбит и около шести уже на байнер все ролики данной рубрики есть плейлисте под названием альткоины на иксы посмотрите с чего я начинал и к чему я сейчас пришел до деньги небольшие но уж извините вкладывать свой свободный фиат и покупать то что вы мне советуете но такое себе если честно но я в принципе эти деньги готов потерять поэтому ничего страшного повторяю еще раз все ссылки найдете в описании ролика на закрытый чат на телеграм-канал открытый и на мою личку там же все имеется в общем всем пока